Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – нравственная ценность уважения. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге, «Воистину твой нрав превосходен» – 40 письменный отрост, аят 4. Я свидетельствую, что нам Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого несет товарища, и свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многовожаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного Дня. А затем, поистине, соблюдение добродетельной морали и приверженность благородным ценностям является одним из важнейших стопов создания государств и цивилизации. При этом цивилизации не могут быть построены ненадлежащим образом, не могут быть стабильными и не могут превзойти другие, если они не основаны на морали и ценностях. Всевышний Аллах говорит Выявляет случаи из общин, появившиеся на благо человечества, повелевая совершат одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Сурасимейство Имрана, аят 110 Общества бывают сплоченны, взаимосвязаны и гармоничны благодаря их уважению и соблюдению своей морали. Как же хорошо сказано, общение – это просто мораль. Если мораль ушла, они непременно исчезнут. Нет сомнений в том, что уважение является одной из самых актуальных благородных человеческих ценностей, которым призывает Ислам и которым каждый человек желает принадлежать. Наша истинная религия призывает нас проявлять эту ценность во всех ее формах, включая, во-первых, самоуважение, которое достигается, когда человек проявляет великодушие, защищает себя от пороченных и предосудительных действий и избегает подозрительных и сомнительных вещей. Посадник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Всякий, кто воздерживается от сомнительных дел, тем самым оберегает свою веру и свою честь». Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Не следует верующему унижать самого себя». Судья Аль-Джурджани тоже сказал, «Я все еще со своей честью удаляюсь в сторону, воздерживаясь от унижения». Судья Аль-Джурджани, считая это добычей, говорят, «Это родник. Я сказал, я же вижу, но душа волнова жажду терпит. Не каждая сверкающая омольня меня спровоцирует, да не каждый может стать для меня благодетелем». Другой поэт тоже говорит, «Мне легче жрать всякую пыл, чем позволить кому-нибудь меня оскорбить щедростью своей». Антар Аль-Апсей говорит, «Вижу трофеи. Если хочу их, то обязательно их возьму, но удерживают меня от них достойность и гордость». Во-вторых, уважение к представителям других религий, рас и культур, что достигается путем уважения их материальных и моральных прав. «Ведь другой имеет право на уважение его тела, имущества, собственности, свободы, достоинства и веры. А ислам — это религия, которая почитает человека и призывает к уважению его самого». В Священном Коране говорится, «Мы почтили сынов Адама». Сура перенес ночью, аят 7-10. «Нет принуждения в религии». Сура корова, аят 256. «Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных». Сура испытуемая, аят 8. Это также ясно проявилось, когда мимо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пронесли похоронные насильки, и он встал. Ему сказали, что это похороны иудея. Тогда он, да благословить его Аллах и приветствует, сказал, разве это не человек? В-третьих, уважение к старшим и почетным лицам. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, повидал, не относится к нам тот, кто не проявляет милости к младшему из нас и не оказывает уважения к старшим. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также изрек, обходитесь с людьми сообразной их положению. Эта ценность проявилась, когда наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует, велель с подвижником, да будет довольны ими всеми Аллахами. Вставать в знак почитания нашего господина Саада и Муада, да будет довольны ими Аллах, говоря, встаньте к своему господину или к лучшему из вас. Амар ибн Хаттаб, да будет довольны ими Аллах, всегда повторял, наш господин, то есть Абубак, освободил нашего господина, то есть Беляля. Абдуллах ибн Умар, да будет довольны ими обоими Аллах, рассказывал, однажды посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Скажите мне, какое дерево подобно мусульманину, которое из дозволения своего господа приносит плоды во всякое время и листья которого не осыпаются?» Я сразу подумал, что это палма, но не захотел ничего говорить, потому что там находились Абубакр и Умар, поскольку они ничего не сказали. Так его помешало говорить лишь уважение к великим сподвижникам. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мире и благословения последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, к наивищим формам уважения относятся почтение к учителю посредством проявления скромности и смирения по отношению к нему и соблюдению его прав, особенно после того, как ислам возвысили его положение и оказали ему весь почет. Ведь всемогущий и величественный Аллах сочинили свое свидетельство и свидетельство ангелов со свидетельством обладающих знанием. В Священном Коране говорится, Аллах засвидетельствовал, что небожество кроме Него, а также ангель и обладающий знанием. Он поддерживает справедливость небожества кроме Него, могущественного, мудрого. Сура семейства Имрана, аят 18. Аллах, слава Ему и Величие, также говорит, Я рфаиллэху лэзина аману минкум валлэзина утул льима дараджат. Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто веровал, и тех, кому даровано знание. Сура препирательства, аят 11. Посланник Аллаха да благословите его, Аллах и приветствует, тоже сказал, Поистине, прощения для знающего непременно станут просить обитателей небес и земли, и даже киты в море. Что же касается превосходства знающего над поклоняющимися, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светелами, и поистине, обладающие знанием, являются наследниками пророков. Поэт говорит, встаньте в знак уважения к своему учителю, учитель мог бы и посланником быть. Знаете ли вы, благороднее или почтеннее того, кто формирует души или умы? Как же нам нужно, чтобы в наших обществах преобладала ценность и уважение, чтобы она превращалась в общую культуру, по которой сосуществуют молодые и старые мужчины и женщины с целью того, чтобы царствовали гармония, процветание и стабильность? О Аллах, укажи нам путь к наилучшим нравственным качествам, ибо никто, кроме Тебя, не направит к ним, и лиши нас дурных качеств, ибо никто, кроме Тебя, не избавит нас от них. О Аллах, защиты нашу страну и все страны мира. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.